Всем приветики, начинаем новый влог из кафе. Мы зашли перекусить, ходили сейчас по торговому центру, купили босоножки, я себе босоножки выбрала очень быстро, за 10 минут перемирила, перемирила и определилась и купила. Все, хорошие босоножки, турецкая обувь, все, покажу потом. Потом покупали Никите обувь. Это где-то было час, на час мы выбирали, конечно, никаких босоножек, летние кроссовки, но в том же отделе купили, где и в прошлый раз. Это было так долго, это было так, не знаю, это у хозяина, там был хозяин, мужчина, просто очень много терпения. Но зато, ой, зато купили, значит, стоили они 150 рублей, я сторговалась. Говорю, у вас постоянные клиенты недавно покупали, его продавец подтвердил, да, он скинул 10 рублей, как бы, ну, тоже приятно. Говорю, мы к вам еще придем. Ну, я знаю. Просто говорю, Никите, что-то купить, это вообще, это просто ужасно. Поэтому устали, зашли, сейчас кафе его отправили домой, сейчас курс с собой, сами зашли в кафе перекусить и выпить молочного коктейля. Свои любимые дранинки и коктейли. Вот такие вот босоножечки, выглядят они вот так, ну, на такой, на танкетке. Вот, в принципе, я довольна, мне они нравятся. Так, вот мои аппетитные дранички со сметанкой и вот такой вот коктейль. Пришли с базара, показываю, что купили. Купили огурцы 2 килограмма по 3,50, клубники, много клубники, купили 4 килограмма, значит, по 7 рублей. Вот такая, в разных местах покупали, вот такая и вот такая. 4 килограмма, ну, уже, чтобы наесться. И купили черешню, черешня по 11 рублей килограмм. В общем, вот такой вот у нас улов с базара. Какая вкусняшка! Это у меня уже вторая порция клубничка, вкусненькая такая и черешня. Черешню вообще больше всего люблю. Молочный коктейль собственного производства. Ничем не хуже, чем где-нибудь в кафе. Значит, здесь у нас молоко, мороженое, клубника и банан. Ну, получается очень вкусно. Мы сделали для себя еще одно место, такое вот фиеста. Здесь и пицца, и шурма, и хот-доги, и картошка фрей, и наггетс, и все, что угодно. Вот такая вот у нас пицца получилась. Пицца на вынос мы взяли мясную. Значит, стоила она 12 рублей. Сейчас посмотрим, какая она внутри. Ну, вот так вот она выглядит. Делали ее при нас. Вот это здесь полкилограмма. Пахнет очень вкусно, аппетитно, прямо из печки горяченькой. Ну, надеюсь, что она будет вкусная. В общем, затащили мы эту пиццу. Я что-то съела два куска и так наелась, потому что перед этим выпила коктейль молочный. Почти два стакана дома, домашнего, что я показывала. И сейчас это пицца. Но, как бы, пицца такая себе. Когда-нибудь можно купить, ну, вот, например, то кафе, где я вот, ну, снимала когда-то не так давно. Бургер Хаус. Бургер Хаус. Да, возле звездочета. Или бургер. Как это костер-кафе называется? Бургер Хаус возле звездочета? Да, да. Да, Бургер Хаус. Вот, то есть там пицца гораздо вкуснее, но они там только большие, килограммовые. То есть нам, вот мы сейчас втроем гуляем, нам, ну, куда нам такая пицца, мы бы просто не съели. Мы эту чуть осилили, да. А здесь, ну, 500 грамм и все. И тем более там занять места всегда очень сложно. Вечером практически невозможно. Там всегда все забито. Поэтому иногда когда-нибудь для разнообразия очень даже можно. Но вот эта шарма, что я показывала и снимала, она, конечно, вкуснее, чем вот эта пицца. Ну, если так вот выбирать уличный перекус, пицца или шарма, то, конечно же, та шарма. Ну, вот Саша, например, шарму не ест, а пиццу ест, поэтому. Ну, вот как-то так. Вот про это кафе я говорила, о Бургер Хаус. Вот вечер, да, сейчас, будний день, вечер, все забито. Сейчас где-то полдесятого вечера и на улице все занято, и внутри все занято, естественно. И на улице, не только вот снаружи, а за стеклом тоже все занято. То есть в него, я говорю, сесть это практически невозможно. Это редкая удача. Мы, если сюда попадаем, то, ну, не знаю, выходной, днем, как-то так, вечером очень редко. Вот это кафе справа, раньше оно Жорж Симоне называлось, сейчас уже не помню, недавно переименовали. Как бы здесь тоже люди сидят, но здесь поменьше сидят и на улице, и здесь как бы и там. Но вот это кафе, конечно же, самое популярное. Ну, там действительно все вкусно, и цены такие нормальные. У нас день следующий. Мы идем в детский мир, идем через Дубровенко. Хотим купить Саше какие-нибудь шортики, носочки, всякое такое. Ну, мне нравится тот магазин, там очень большой выбор. Все хорошее, качественное, и очень приятные, хорошие цены. Ну, это как прогулка, да. Идем через Дубровенко, а назад будем идти, наверное, уже через мост. Ну, это недалеко, но получается, как такая прогулка. Все, зашли на магазин детский мир. Сейчас будем что-нибудь смотреть. Ну, вот, например, носки. Мне попались носки. Выгодная цена. Это какая интересная. Сейчас посмотрим. 9 рублей. Вот, носки стоят 9 рублей. Ну, тут же не одна пара, естественно. Тут 3 пары. Ну, действительно нормально. Получается 3 рубля. Так, трусы тоже по 3 рубля. Сколько они стоят? 11. 11 рублей. 3 пары. Так, пижама. 19 рублей. Так, ладно, идем дальше. Халаты какие-то. Ну, вот, например, такие вот джинсовые шорты. Но они неудобны будут. Вот такая вот эта вот. Неудобна. 36 рублей стоит, но это маленький размер. Так. Это что? 19. Это что? Они какие-то теплые такие. Черные. Я не люблю черные. Хочется что-нибудь поярче. Так. Ну, такое. Какое-то. Ой, какая-то такая ткань. Не для повседневной носки. Так. Вообще-то, ну, тоненькие-тоненькие такие. Вообще. А, это плавки? А, ну да, наверное, это плавки. Ну, вот такие шорты. Дружинки толстые. Ну, толстые. Сколько они стоят? 19 рублей они стоят такие. Это очень много мальчик вот с динозаврами. Ну, что мне, например, нравятся с динозаврами. Мы штаны с динозаврами купила и майку тоже с динозаврами. И здесь тоже. Ну, вот, как пример просто. Сколько такая майка стоит? 9 рублей. То есть, вообще, цены такие очень хорошие. Ну, вот такие вот шорты. Такие какие-то, знаете, плотные достаточно, как по мне. Тоже 17 рублей стоит. Ну, вот, для примера на Валбересе у нас там 12 с чем-то, ну, 13 рублей. Такие симпатичные. Не такие, как эти. Поэтому, честно говоря, с шортами здесь как-то не очень. Ну, Косте понравились вот такие вот. Я знаю, что женский. Ну, план я показываю, какой план. Вот я тоже смотрю себе что-нибудь такое. Ну, у меня размер 36-37. Ну, что-нибудь такое. Я говорю, тебе черный купила. Ну, это не на каждый день, конечно же. 37 рублей. Ну, это маленький. Это 34 размер. Ну, что-нибудь такое простецкое, вот, вообще, какой-нибудь. Надо что-нибудь посмотреть, то есть. А, ну, такие все одинаковые, очень однотипные. И моего размера, конечно, 36-го здесь не будет. Здесь... А, ну, 35-й я вижу размер. Не, ну, это не то, конечно же. Вот такие вот босоножечки. Нашла себе. Такое вот подошвы детские. Ну, 44 рубля. Ну, это на смену. На смену тем, что я купила в Роте, потому что на дальнее расстояние пока не буду носить. Ну, как бы, тяжеловато. А на этих, вроде бы, нормально. Можно, наверное, и взять за 44 рубля. Такой вот антистресс купили. Ну, по-моему, пожмякаю он. Светящийся, да, по-моему, даже что-то там... Тихо, ты не трещит. А, ну да, светится. Купили, в общем, мне вот эти вот босоножечки такие и носочки. В общем, я довольно покупками. Ну, а теперь мы идем вниз, спустились, перекресток. Что-то я так наелась клубники, что уже ничего не хочу, ну, в плане клубники. Здесь она вообще дорогая, по 11 рублей. Это надо на базар, конечно же, покупать. Так, ладно, идем. Что тут у нас есть? Булгур. Так. Так, выпечку какую-нибудь посмотрим. Никите надо купить, она любит Саша. Я люблю, конечно, но, наверное, воздержусь. Вот, смотрите, какая лепота, какая бисквитный восторг. 14 рублей килограмм. Вот такие всякие разные тортики. Корзиночки. И вот такие вот пирожные. Так, ладно. Булочки. Саша, будешь какую-нибудь булочку? Выбирай себе. Выбирай себе что-нибудь. Лепешку какую-нибудь сырную. Что-то она такая, честно говоря, не очень дешевая. Так же здесь есть и готовая продукция. Ну, например, с собой на работу брать. Котлетки тут разные. Что тут еще? Салатики там дальше будут. И голубцы, и рыба. И все, что хочешь. Даже какие-то крабовые палочки огромные. Так, что тут у нас всякие суши-ролы есть. Ну, что-то я такое не покупаю. Как-то это стремновато. Рулетики такие из лаваша. Ну, это лучше самим делать. Не, ну, конечно, когда времени нет или просто лень, можно купить. Не, ну, блинчики вообще как-то серого цвета. Пирожки какие-то. Куски пицц. Такие всякие пирожки. Так, ладно. В общем, я очень довольна этими босоножками. Ну, я говорю, как вот на смену, тем на дальнее расстояние. А те, которые у меня на каблуках, вот всякие, ну, с каблуком, да. Пусть они лежат. Они хорошие. Одни я уже выбросила. Сейчас свои белые выброшу. Наверное, черные выброшу. Вот уже три пары, считайте, я выбросила. И две взамен купила. Ну, нормально. То есть на такие, говорю, дальнее расстояние ходить сам а то. А так вот в тех черных пока разношу все-таки. Они такие не очень... Нет, они удобные. Ну, как бы такие высоковатые все-таки. И немножечко еще натирают. Ну, надо привыкнуть, чтобы нога, так сказать, форму... Восоножки форму ноги, чтобы приняли. Это так вот выйти просто вечером прогуляться. Вот думник, ну, или да, куда-то. Я говорю, так ходить должна быть еще какая-то такая вот обувь. Зашли сейчас в перекресток. Я показывала, да. Купили мы там... Что мы там купили? Воду купили попить вот сейчас. Нет, я, конечно, все понимаю. Дело не в этих копейках. То есть на ценнике стоит 99 копеек. На кассе пробивают рубль 32. Дело не в 30 копейках. 33 копейки, естественно. Но просто сам факт, да, зачем так делать? Причем мы когда что-то берем, у меня хочется особенно, он всегда сверяет штрих-код. То есть все нормально, все так и должно быть. А по факту пробивается что-то другое. Это не только нами был замечен в этом вот именно перекресток. Так что ценник один, на кассе пробивается совершенно другая сумма. Ладно, если это копейки, а если это рубли какие-то, то тоже как-то... Ну вот да, такой вот магазин перекресток. Вот сейчас где-то 11 вечера. Ну, я не знаю, ночь, нет, ну вечера, поздний вечер. И полные улицы людей. Все светится, кафе работает и все гуляют. Ну, потому что очень хорошая погода.